всех приветствую друзья на связи данки в этом видео я вам покажу два боя с турнира все для фронта играл в подготовительном этапе за сопротивление за конфетерацию давайте загрузим один из реплеев 20 ранг да понимаю что тут показывать нечего но я сначала вам расскажу какие произошли изменения на фоне этого боя и покажу еще одну интересную фишку для сопротивленцев как здесь можно получить превосходство над противником и в общем увидеть какие были изменения и вообще почему решили разработчики изменить старый турнир который был на новый раньше насколько вы помните были такие маленькие контейнеры в начале боя кроме этого они падали после второй минуты боя в определенное время в определенном количестве там вторая минута три-четыре контейнера падает через 40 секунд еще выпало три-четыре контейнера и проблема в этих контейнерах заключалась какая даже не проблема проблемы первое это то что ты не понимаешь куда был сброшен маленький контейнер где он находится потому что вот вроде бы ты бегаешь там где-то у себя на базе у тебя здесь разведка есть с этой стороны с этой стороны разведка есть а вот в этом кусочке тумана войны находится маленький контейнер и о том что там есть ты не знаешь пока не отправишь туда своего пехотинца и из-за этого игроки очень много сил тратили для того чтобы обнаружить эти контейнеры бывает они находятся у тебя под носом но ты их не видишь а противник их захватывает в общем получалось не очень правильно кроме этого очень часто падали эти маленькие контейнеры и в них самое что страшное было это очень много ресурсов буквально с одного контейнера игроки получали с прокачанными умения командира примерно 400 ресурсов бывал даже 500 то есть на второй минуте выпадали контейнеры четыре штуки сопротивление их захватывало койотом буквально одним тапом нажатием и все сопротивление плюс 2000 ресурсов экономическое преимущество и играть в этом случае консерации ну просто нереально за счет этого экономического преимущества 2000 ресурсов ты мог себе позволить выйти в третий штаб на производить кучу техники который будет продолжать контролировать карту и конфидерат просто с базы не мог выйти его там расстреливать вот такая была проблема то есть первое это то что непонятно где были сброшены контейнеры второе это экономическое преимущество игроку которая захватывает эти контейнеры она была просто гигантская вот и что сделали разработчики как они изменили этот турнир мы потихонечку подходим к третьей минуте боя именно в это время появляются первые не маленькие большие контейнеры с ресурсами как они выглядят мы сейчас увидим на третьей минуте вот здесь вот первый сброс больших контейнеров происходит на базе у игроков вот смотрите интересную фишку который вам хотел показать чего вообще загрузил тот бой против 20 ранга советую сопротивленцам делать вот так первый контейнер он всегда падает примерно в этой точке появляется на третьей минуте я сделал два койота потерял одного это 70 ресурсов но я захватил три контейнера в каждом у меня было учитывая мои умения командира 170 ресурсов то есть получается получил себе примерно 700 ресурсов потерял одного койота так что сопротивленцам даже выгодно сделать 5 койотов заехать на точку противнику и захватить его большой контейнер вот такая фишка интересная далее хочу вам рассказать про вот этот большой сброс то есть вы видели большие контейнеры он захватывается из него выпадать три маленьких три маленьких контейнера вы подбираете и вам начисляются за это ресурсы кают новая система кроме этого теперь еще эти большие контейнеры как вы помните маленькие контейнеры они падали где угодно не по непонятной логике то есть игрок который только пришел в игру которого это 10 ранг пошел играть турнир он без разведки играет на базе развивается выходит там экономику устроить снайперские вышки чтобы не заражили и так далее он даже не подозревает что контейнеры сбрасываются то что там огромное количество ресурсов выпадает на карте которые нужно подбирать иначе ты проиграешь игроки этого не знали и теперь же как могли видеть вот эти первые два контейнера больших которые появляются они появляются на базе игроков чтобы они увидели что появился этот контейнер захвати его подбери и в дальнейшем у игрока будет больше понимания для чего эти контейнеры нужны зачем их захватывать и так далее вот это первое второе это получается это первая дроп зона так сказать то есть именно на третьей минуте появляется здесь большой контейнер и здесь большой контейнер всего два затем вторая волна это сброс контейнера где-то посередине то есть это может быть вот здесь точка может быть вот здесь точка в общем это равно удаленная точка от двух игроков сейчас мы перемотаем на x3 и посмотрим где выпадет контейнер он выпадет вот здесь насколько я помню вот я там рашу противника ягодикобразами как бы там смотреть нечего вот тайминги 540 появилась вторая точка причем точки спавнятся с некоторой случайностью то есть на 3 минуте . всегда падает а вот после 3 минут . или выпадет там на 540 или на 505 то есть там какой-то разброс есть случайность в общем то что . может выпасть не здесь а снизу может выпасть не одна . а две точки но в общем вторая волна это всегда вот эта точка она выпадает где-то в центре карты между двух игроков и выпадать один большой контейнер он вынуждает игроков отправляться на сражение за большой контейнер то есть в принципе к 6 минуте очень даже неплохо вот а третья волна она уже случайная то есть там может быть от 1 до 3 больших контейнеров то есть может появиться один также контейнер большой здесь может появиться на базе у вашего противника контейнер может появиться три штуки контейнер то здесь здесь и здесь то есть ну в общем далее волны идут случайно но самое главное что первая волна это большие контейнеры находятся всегда на базе вашей вторая волна всегда находится примерно где-то в центре может и здесь выпасть может и здесь выпасть но суть в том что контейнер точно будет один а третья волна и далее там же контейнеры могут быть в разных количествах в разное время падать но в общем сброс там идет примерно от двух минут до четырех примерно как-то так играли в тест-кнопку уже тестировали турнир поэтому такое понимание есть как играть я примеру себе тактику уже выработал как вы видите койотами с первого боя отобрал противника контейнер большой предполагаю что катерация будет ставить себе ракетные установки чтобы к это не захватывали у них контейнеры вот давайте посмотрим второй бой здесь уже поинтереснее 21 ранг клан ебсэржи противник опытные медальки имеются он давайте посмотрим этот бой сопротивление показали фишку интересную теперь для катерации карта форт кайтон здесь посередине озеро в котором строить ничего нельзя дабы чтобы не перекосился баланс потому что здесь очень эффективно можно было бы использовать море и от того кто контролирует море решалась решалась бы многое проблема заключается в том что озеро очень маленькое тут торпедные установки будут сражаться друг с другом а это совсем не круто вот в общем то захватываем эти маленькие контейнеры патрулируем территорию уничтожаем стрелков и развиваем базу я сделал одну крепу построил 5 центр снабжения а по себе завод до молотов и на золотом снабжении коплю ресурсы на третий уровень штаба чтобы выйти в вертексы зевсом и грады почему грады потому что надо уничтожать пехоту сопротивлением огнеметчики здесь могут не зайти то что противник построил снайперские вышки как бы база недалеко друг от друга находится и играть от огнеметчиков здесь не получится потому что первые точки они не тоже первые точки в принципе использовать огнеметчиков под снайперскими вышками это не очень эффективно вот видим 1 дроп зона у меня здесь была вторая мы захватили получили три маленьких контейнером ну как неплохая тактика знаю что контейнер из появится в этой точке то застроить его таким образом даже сопротивление может точно контейнер станет под их контролем в базе 100 ресурсов прокачки 170 у меня то есть получается всего за один захват такого большого контейнера ты получаешь 300 ресурсов в целом это не так уж и много учитывая сколько было раньше раньше было около 500 ресурсов у меня на сопротивление за один маленький контейнер там сумма на полторы 2000 получал за один сброс вот но теперь такого киномического преимущества не получишь но все равно имеется смысл пытаться контролировать захватывать точки вот вроде бы как уничтожили стрелка он тут быстро захватил получается большой контейнер я не успел среагировать ну я увидел точку ну я отправил ударами пока я добрался до туда там уже противник точку захватил поэтому нужно оставлять разведчиков чтобы противник не мог моментально захватить контейнер потому что если вы будете стоять оба в точке сброса ну не . сброса в большом контейнере его радиусе то никто не будет захватывать соответственно вы успеете перетянуть свое подкрепление и сразиться уже с противником за большой контейнер или же просто убить его разведчика вот поэтому я отправляем своих что маяков на разведку то что непонятно где может она и здесь может выпасть она и здесь выпадет она здесь выпадет может здесь выпустить надо контролировать карту чтобы захватывать большие контейнеры для того чтобы контролировать карту я делаю вертекса они будут очень сильно мне помогать здесь молд и захватывать точку Вертексы на Голд и Воронеча Попытаются уничтожить противнику Снайперскую вышку Удар, видим что появляется Тоже большой контейнер, сразу три контейнера выпало Это уже вроде бы третий сброс Да, да, то есть видите Получается Первый сброс был на базах Второй сброс был вот здесь Который противник захватил А тут сразу же три дропа, три больших контейнера И суммарно получается Я забрал 600 ресурсов, два контейнера Ну, учитывая прокачку Около 1100 ресурсов Ну и плюс противник тоже что-то захватил За счет того, что у него тут такая линия обороны Пушки, снайперские вышки Прямо он тут застроился, зафермился Он, конечно, так зря сделал Потому что потратил просто огромное Количество ресурсов У него еще и база огромная Не знаю, сколько тут Раз, два, три, четыре, пять, шесть Центр снабжения, наверняка еще где-то есть Базу полностью не разведали Вот, но я понимаю, что противник-то У меня попался какой-то сильный Потому что развивается бодро Очень даже бодро Решил, что буду делать огнеметчиков С этой стороны вышка достала меня Убила пехотинца Обидно было очень Ну ладно Вот, вертекс одного я потерял, видимо Зато снайперскую вышку уничтожил Грады Обстреливают санкционарную пушку издалека Ваншотают ее А нет, не ваншотают Но сейчас еще четвертый град раскладывается Добивает пушку Все, санкционарной пушки нету Мин вроде бы как не должно быть И мы начинаем движение в атаку Видим пехоту противника Грады отстреливаются Все три града у меня разрядились И я иду вперед Вижу, что противник отправляет Потихонечку на меня гранатометчиков Грады перераскладываются И вижу, что вот тут пехота Она сейчас будет меня принимать Поэтому Зевсы отступает назад Грады на ворот наступают Поближе подходят И мы просто накрываем красиво Пехоту противника Уничтожаем там огромное количество юнитов Тут же по нас точка выпадает Очень удачно Видим, что противник тоже опытный Он на стопе Играет гранатометчиками То есть Ну, знак того, что игрок реально опытный У него пехота не идет сливаться Сама по себе А она стоит и ждет На колене Ну, сидит Ждет, когда можно будет выстрелить Свою гранатомет Вот, ну Противник, опять же, ошибся Почему я здесь вот так легко продавливаю Только потому, что Он слишком сильно потратился на оборонку Он построил пушку Он построил 4 снайперские вышки 4 ПВОшки 2 с этой стороны было 2 с этой При этом он вышел в 4 уровень штаба И уже апается до хамелеона Я играю через 3 уровень штаба Вот только сейчас Я себе поставил штаб на 4 уровень Учитывая, что В сумме Контейнеров я подобрал больше Учитывая и маленькие контейнеры И большие Я взял побольше, наверное Вот Но при этом При всем У него экономическое развитие Было не хуже, чем у меня А то и может даже лучше Учитывая, сколько он тут Все понастроил И, в общем-то За то, что он играл От такой обороны Он поплатился Я с самого начала боя Понял, что он Какой-то фермер Этот игрок Что Много он слишком ресурсов потратит И чтобы пробить его Я решил сделать градов Они отлично работают Против санкционарных пушек Ну и также Против пехоты Ну и на этом бой завершается Противник просто себя Сносит здание Не забываем Это подготовительный этап Поэтому здесь все могли играть Несерьезно И в дальнейшем Мои будут интересны Я думаю Этот турнир Я отыграю за обе фракции Он мне понравился То есть Это не то, что было раньше Когда непонятно Где В каких количествах Там падают Эти контейнеры Сейчас и маркировка есть Видно Где именно выпал контейнер Если ты разведал карту И с точки зрения Логики Все более понятно То есть Ну там сброс идет Третья минута Потом пятая минута Потом седьмая минута То есть Ну примерно в этом промежутке И ты видишь Куда это все сбрасывается Ты захватываешь И нет такого Что ты не успел Там Добежать до контейнера Его моментально подобрали Нет Ты можешь встать в зону И захватить этот контейнер И ну или по крайней мере Остановить захват противника Все больше Получается Интересных ситуаций Как можно сыграть В этот турнир Вот такие вот у меня мысли Сколько там время 39 минут Пойду Наверное я еще сыграю В кнопку тестирования Там тоже какой-то Интересный турнир Тестируется Кто не знает Для того чтобы получить доступ В кнопку тестирования Надо язык сменить Если у вас английский То Кнопки тестирования Здесь не будет Надо переключаться на русский Почему? Потому что Нету описаний То есть Если вы будете играть На русском языке И смените обратный интерфейс На английский Если вы нажмете в бой А затем На русский С английского На русский Перейдете То есть Восьмачек останется У вас Видите Крутилка все еще работает Но у вас Не будет Заданий Описаний На английском языке Все это доступно Только для Русских Вот Ну в общем-то Как-то так Влагеру вас за просмотр Подписывайтесь на канал И ждите Обзор Который я тоже сейчас запишу Сыграем В кнопку тестирования Турнир вроде бы как Интересный Что-то связано С инженерами Можно отправлять Их в Здание И получать За это подкрепление Чем больше Ты инженеров Отправил В один завод Тем круче У тебя будут Подкрепления Ну в общем Сейчас сыграем И увидим На связи был Данке Подписывайтесь на канал И всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok